В сегодняшний день проектно-спертная документация готова, прошла государственную экспертизу и получено разрешение на строительство. Не просто дорога, а давняя мечта. Так долгожданный Вознесенский тракт называют строители и проектировщики. В генплан Казани он был заложен в далеком 1969 году, но только в этом появилась возможность приступить к работам. Сейчас ведутся в основном подготовительные работы, но в первую очередь уже выполнен объезд по проспекту Победы, для того, чтобы можно было начать строить тоннельное сооружение. Сейчас на этом месте, на улице Гвардейская, строится бездная дорога, для того, чтобы можно было начать тоннельное сооружение по улице Гвардейской. По сути, новая дорога станет дублером Мамадышского тракта и облегчит выезд из центра от проспекта Универсиады и Амитевской магистрали на М7. Это наша давнишняя мечта. Она по-настоящему вылетная магистраль. То есть у нас нет светофорных объектов, прокол под Гвардейский тоннель, тоннель под проспектом Победы. Очень серьезно разгрузят в Мамадышский тракт. Первую очередь проекта трассы около 4 километров до проспекта Победы планируют завершить к 2023 году. На это нужно больше 12 миллиардов рублей. Сейчас из-за республиканского бюджета выделено 500 миллионов рублей. И большая часть средств пойдет на вынос коммуникаций. Это самые трудоемкие работы. Здесь несколько напорных ниток фекальной канализации, один большой тепловод, значит три тепловода поменьше, сети высоковольтные 110 киловольт. Вслед за новой дорогой на этом ныне промышленном участке Казани появится и новая инфраструктура. Многоэтажные жилые дома, детские сады, парки и скверы. Чтобы реализовать проект, городу необходимо выкупить у собственников порядка 70 земельных участков. В основном это гаражи, но есть территории садоводческих обществ, несколько заправок и строительных баз. Ожидается, что по новой дороге пустят троллейбусы, сделают три подземных перехода. Вторая очередь дороги сейчас на этапе проектирования. Юлия Гоглева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.